У меня нет света. И в таких экстремальных условиях я решила рассказать притчу, как мама себе посвящается. Притча про женатых мужчин. Интересная тема, правда? Так вот, как вы все знаете, абсолютно свободная жизнь. Было время, когда у меня был женатый мужчина. Его жена была беременна. Ну, естественно, наше отношение не предполагает много часа в развитии, событиях и так далее. Мы просто развлекались и развлекались очень хорошо, за что я ее очень благодарна. И вдруг у всей этой идеи появляется подруга детства. Понимаете? Такая заурядная абсолютно, невестная местность, не багажом. Почему-то она решила, что сможет его завоевать, отнять уже жну у меня. Так вот, вывод. Это все я узнала от этого мужчины. Самое интересное, понимаете ли? Вывод тот, что она осталась одна. Сегодня тоже она одна. И что самое интересное, пусть и единая женщина, которой 36 лет, она для своей семьи считается девушкой, которая стремительно хочет выйти замуж. Ну, не знала, была ли я сейчас с ней, но... Девочки, не тройте свое счастье на счастье других, окей? Если вы так хороши, креативные, интересные, найдите себе спутника жизни или друга, как-нибудь без помощи этих женатых мужчин или чужих жен. А мужчины, вы же полигамы, как тетухи. Ну, что с вами поделать? Ну, будьте верны своим женам и отвалите, пожалуйста. Я страстно не люблю этих женатых мужчин. Страстно. Потому что я тоже сама была зная, я знала, что это такое, что ли, твой муж, там, не на 100% откровение внутри ты чувствуешь, всегда чувствуешь. Так вот. Сыть я в темноте. Я призналась. Ну, не легко. Мама, ты поняла, я таковы. Я это девушка тоже. На чужом счастье и счастье и снега. Удачи вам всем. Какие у меня условия.